Нагадай свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина! Сегодня мы погадаем на такую великолепную, прям тему, прям животрепещущую! Какие три главные события вас ждут этой осенью? Три главных события осени! И у нас с вами будет три позиции видео. Всегда актуальный момент, когда вы его нашли и смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. На любой период можете погадать, на три главных события. Но сейчас у нас актуальна осень. Три главных события осени. Первая карта покажет ваше текущее состояние, в каком аркане вы находитесь. Вам нужно интуитивно выбрать позицию или лучше по первой карте. Всегда советую выбирать по первой карте, потому что может даже и не одна позиция у вас резонировать, а несколько, если у вас совпадает текущее состояние. Первая карта. С тем, что вы про себя думаете, ощущаете. Первый камень корнеол. Второй камень у нас с вами цитрин. И третий камень у нас лазурит. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Три главных события осени. Что за события вас ждут этой осенью? Какие? Основные. Корнеол первый. И первая карта. Ваше текущее состояние. Как у Маркани вы находитесь сейчас. Вы у нас восьмерка Пентакли. Такой задумчивый волшебник. Возможно, вы сейчас над чем-то трудитесь. Спокойный человек. Работящий. Тот, кто имеет некую идею. Эту идею хочет продвигать вперед, может быть. Или вы ищете работу. Или вы просто очень сконцентрированы на своей деятельности в жизни. Конечно, карта очень обязательного, ответственного человека. Человек может, допустим, на работе не работать. Но по дому зато очень много всего делать. Конечно, больше всего эта карта подходит у нас кому? К озерогам, да? Потому что они сам работящие. Но и многие другие люди соответствуют этой карте. Почему? Потому что много трудоголиков. Это не зависит совсем до конца от знаков Зодиака. Но это зависит от того, насколько вы воспитаны, ответственны, учились чему-то. Нашли своё призвание. И вот мне кажется, что в чём-то вы всё равно нашли в жизни своё призвание. Поэтому Восьмёрка Пентаклей — это концентрация ваша на какой-то деятельности, на каком-то труде или на обучении этому. Или вы хороший мастер в чём-то. С другой стороны, карта просто показывает такого спокойного, ответственного человека, основательного. Сейчас вы в тонусе. Сейчас вы и ровный человек, но и у вас энергия есть. И вы готовы что-то делать. Три главных события осени для вас. Первое событие показывает отшельника. Вы знаете, карта очень часто говорит, человек может открыть индивидуальное предпринимательство, самозанятость или заниматься каким-то делом, трудом отдельно от других. Допустим, вас повысили, там у вас свой кабинет появился. То есть, да, чаще всего эта карта говорит либо о таких достижениях, либо о том, что вы можете найти для себя духовного наставника. Давайте её немножко уточним, эту карту. Иногда для женщины одинокой или для мужчины одинокого можно встретить тоже такого же одинокого человека для любви. То есть, у кого что. Вот видите, феникс. Феникс – это прямо-таки карта возрождения. То есть, не зря вам феникс тут выпал, как пояснение. Вы возрождаетесь, вы восстанавливаетесь через карту отшельника. Это значит, что вы можете почувствовать тягу к какой-то деятельности, начать её, как будто возродились, вот у вас пошли уже заработки. Вы говорите, ну, наконец-то у меня хоть что-то, вот и успех какой-то пошёл. Либо, если, допустим, вы были одиноки, да, может, вы вообще вдовец, вдова или человек, который, ну, давно не был в отношениях или никогда не был в отношениях. Вы возрождаетесь из пепла в плане личной жизни, да. По поводу работы может возрождение быть. Почему? Вы очень трудно вам было, да, вы очень не хотели работать с кем-то в кабинете, вам было сложно разделять кабинет с другими людьми. Ну, представим, да, что вас повысили, переместили в некий свой кабинет, и вы говорите, ну, наконец-то вот у меня это произошло, я возродился или возродилась. У кого что-то из этого сбудется, да, то есть, ну, конечно, не все эти события в раз. Это мы одно событие, только первое обсудили. Одно из этих событий у вас сбудется. Ну, каждому своё по жизни подходит, да, там, по вашей жизненной ситуации. Второе событие давайте смотреть. Здесь могу так сказать, мои дорогие, что идёт вот даже великое вдохновение какое-то в вашу жизнь и невероятный прорыв в жизни, вот как поворот судьбы, такой связанный с какой-то, может быть, хорошей идеей или удачным стечением обстоятельств. То есть мы видим здесь, ну, как сказать, небесный, небесный ткач. Это как, знаете, ведьмы-пряхи, да, вот я всё время сравниваю такую карту или подобные карты с ведьмами-пряхами, почему, как плетём свою судьбу, да. И у вас что-то вплетается, вот вплетается в вашу судьбу какие-то новые события, как будто бы, может быть, или знакомство какое-то очень важное, знаковое, да, или идея вдохновения, вот как я говорила, новое дело какое-то, опять же, или новый поворот в судьбе. Вот давайте его уточним. Рыцарь мечей, вот прорыв идёт в жизни, прорыв идёт, и это связано, возможно, с каким-то мужчиной. Если это мужчина, это может новый знакомый быть какой-то человек, да, но вот очень важный для вас, и меняющий вашу судьбу, и прям очень много неожиданностей, и прорывов будет именно связано с этим знакомством, скорее, вот так. Если же это идея, вдохновение, то вы схватитесь за неё и вот помчитесь вперёд, чтобы только развить её, да, и будете делать всё, чтобы развивать эту идею, чтобы она работала и зарабатывала, допустим. То есть всё что-то невероятное такое, вот как очень счастливое такое яркое стечение обстоятельств, да, как будто ангелы сами вплелись уже в вашу судьбу, или вы плетёте, наконец-то, свою судьбу, но вот таким необычным узором, понимаете? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим третье событие. Влюблённые. Но тут уже точно взаимные чувства, взаимная любовь или путь сердца ваш, да, путь по призванию, может быть. Ну и скорее это взаимные отношения. И мы видим здесь семёрку мечей, но смотрите, она несколько отличается от стандартной колоды, всё-таки это другая колода. Мы видим здесь множество людей, да, и они все слушают вот этого человека. Он им что-то говорит, объясняет. Может быть, вы свяжете свою судьбу с кем-то, кто может даже общаться на широкую публику, на широкую аудиторию. Вот в этом, наверное, суть, в этом, наверное, смысл. И либо ваш человек, с которым вы в отношениях, да, начнёт выступать на широкую аудиторию, ну то есть, допустим, станет там политиком или директором, начальником. Такое событие может быть. Но связано с отношениями, связано с человеком, да, который вас любит, которого любите вы. взаимная любовь идёт в вашу жизнь. Если вдруг у вас её ещё нет, обязательно будет, да, взаимная любовь, взаимные чувства. Но человек какой-то непростой. То есть, или тот, с кем вы уже в отношениях, станет, поднимется, да, станет в глазах общества очень важным человеком. Союз очень хороший идёт, важный союз в вашей жизни, объединение. Очень хорошая карта, если честно. Очень хорошая. Несмотря на то, что вы подумаете, семёрка мечей, плохая карта. Нет, ну, смотрите, какая толпа, да, слушает этого человека. Ну, как же это? Ничего плохого в этой карте нет. Ничего плохого. Даже я бы сказала наоборот, да. Можно влиять на массы и быть авторитетом в обществе. Ну, такой ответ у нас по первой позиции, да. Идём дальше. Вторая позиция. Три главных события осени. Наш Цитрин. И первая карта. Вы сейчас, да. Мир. Мир — это карта, показывающая переходное состояние человека. Почему? Потому что, с одной стороны, вы очень много уже добились, у вас есть результаты. Вы, так скажем, опытный человек уже в каких-то вещах. С другой стороны, вы хотите идти дальше. И у вас сейчас жизненный поворот, чтобы вот это дальше вот и осуществить, чтобы куда-то идти дальше. Есть люди, которые отправляются в дорогу по этой карте или в путешествии, или переезжать собрались, менять работу, менять жизнь свою, да. Есть люди, которые по этой карте подытоживают своё прошлое, хотят что-то новое начать, там новый проект или, допустим, новые даже иногда отношения, но это связано будет всё. с этими, да, отношениями. То есть вы как будто бы много чего поняли уже, чего вы хотите в жизни и собираетесь это осуществлять, добиваться своих целей. А ещё вы обрели мир в душе, какое-то спокойствие, да. Может быть, у вас есть хороший союз, но, с другой стороны, вы начали как-то вот понимать эту жизнь-то. Как-то вы уже входите в эту реальность, то есть смиряйтесь с тем, что есть в жизни. Не имеете вот такого желания дерзить Богу, да, это как называется, топать ногой и говорить, я так хочу, а не иначе. А скорее понимаете, что человек должен плавно, плавно идти сквозь обстоятельства жизни, без приказов Вселенной, без приказов высшим силам. А должен вписываться, вписываться в общий ритм Земли, Вселенной. Вот, и тогда у него вообще все получается. Хорошо, давайте посмотрим, значит, события осени, да, первое событие. Пожезлов. Ну вот посмотрите даже на эту карту. Тут вот прям свет идет, да, такой. Ребенок идет к этому свету, готовый совершать волшебство. У него есть волшебная палочка. То есть мы понимаем, что возможно исполнится какое-то ваше важное желание, да. Но с другой стороны, эта карта часто показывает обучаться чему-то, если вы хотели, да. Новое дело. Карта показывает важное знакомство или очень важный разговор. Часто показывает какие-то путешествия. Давайте уточнять. Двойка кубков. Любовь. Возможно, у вас будет прорыв либо в личной жизни, либо очень важное знакомство для какого-то союза. Но карты очень хорошие. Честно, вот когда мы видим пожар, жезлов и двойку кубков, мы понимаем, что у вас может быть даже очень потрясающий роман этой осенью, да. С другой стороны, если вы там замужем, женаты, не заинтересованы в романах, карты просто могут показывать оживление в отношениях. С другой стороны, хорошая какая-то идея, да. Что-то новое идёт в жизнь. Вам хорошо вместе от того, что вы попали в приключения, сменили обстановку, да. От этого чувства начинают крепнуть друг к другу. Вообще, эти карты счастливые. И они говорят о том, что да, ты идёшь к свету, и да, ты можешь исполнять свои желания какие-то важные в жизни. И это будет касаться в итоге и твоего союза, твоих личных отношений или просто в твоей личной жизни. Прям волшебные какие-то карты. Вот я их вижу волшебными. Так, второе событие. О, восьмёрка жезлов. Посмотрите, как прям этот, кто-то, ягуар или леопард, кто он, всё время путаю, прыгает аж прям с таком, как охотник такой, да, добычу свою. Сейчас поймает уже всё. Вот он такой яркий, такой оживлённый. Ну, конечно, какой-то скачок вперёд, прыжок вперёд. Возможно, прорыв в плане денег, да, идёт. То есть, сильное увеличение доходов может быть, как скачок. Так, уточняем на короля кубков. Это будет зависеть или от некого мужчины, или этот мужчина может вам помочь, да, помочь король кубков. Может, чтобы у вас был скачок в финансах. Неважно, мужчина вы или женщина. Какой-то мужчина может помочь осуществить скачок в финансах вперёд, да, в лучшую сторону. Третье событие. Пятнадцатый аркан. А вот это интересно, мои дорогие. Это прям такие интересные. Тут мужчина столкнулся с тёмной силой и говорит с ней. И главное, не боится, а стоит, смотрит, разговаривает, да. И королева мечей. Королева мечей. Важное событие. тёмная сила. А королева мечей, вот смотрите, тоже говорит, уже читает письма, да, и тут белый волк или белая собака. То есть, как будто бы эта тёмная сила приручена, да, вот приручена, приручилась. Как будто бы мы взяли и приручили физику. договориться смогли с физикой, да. Пятнадцатый аркан это великое олицетворение физического, материального мира, всего материального. И когда ты сначала боишься этого, да, а потом начинаешь научиться договариваться, начинаешь договариваться, то ты потом, как говорится, на ты уже с этим всем разговариваешь, да. Может, вы сможете улучшить своё здоровье, например. Ну, это же физика здоровья, физического тела же. Потом что ещё может быть? Ну, допустим, какой-то человек, да, кого ты сначала боялся, а потом перестал бояться, потому что ты его, с ним научился договариваться, ты его приручил, подружился, подружился. Но этот человек сначала был каким-то злым для тебя, тёмным, да, там. Ну, тут ещё есть момент, мои дорогие. Тут мужчина есть на картах и женщина, видите, пятнадцатый аркан и королева мечей, а это как пара какая-то может быть, да, то есть это может быть мужчина, он весь такой вот козерог какой-нибудь, да, женщина знака воздуха, или мужчина, как сказать, очень тёмный, да, с тёмной стороны, роковой, что ли, мужчина, а женщина мудрая, мудрая, у неё есть тотем, тотемное животное, белый волк, кстати, белая собака, белый волк, белая собака, это моё тотемное животное, я, когда мы делали медитацию специальную, есть такая медитация, что познакомиться со своим тотемным животным, она в шаманизме, ну, вообще, сам шаманизм, это очень сложно, это такое посвящение, надо, чтобы шаманом стать, нужно посвящение, такое страшное пройти, и когда тебя там и бьют, и ты должен там валяться, что-то сколько-то, в каком-то дурманином состоянии, абсолютно голый, потом пройти по дереву, берут огромное дерево, с него срезают ветки, и ты должен закрытыми, по-моему, глазами пройти по всему стволу, там очень сложно, такое мы, конечно, не делали, с такой шаманизмом не посвящались, но есть такая медитация в шаманизме, чтобы познакомиться со своим тотемным животным, вот это мы делали, у меня белая собака, я это точно видела, прям чётко, белая собака, вот, и вот тут я вижу её, да, и понимаю, что вот может кто-то тоже имеет или такой тотем, да, волк или собака, или просто вот у вас, вы как спокойная женщина, допустим, или просто, ну, мы берём спокойную женщину, да, и мужчина, он такой дикий прям, вот такой он прям, весь тёмный, прям роковой, но они объединяют свои силы, и у них получается, вот они как будто как, не знаю, противоположности какие-то, вот объединение противоположностей может быть третьим событием, ну, или, или как, ну, подчинилась вам физика, подчинилась, ну, как любому магу, да, самое, самое главное, что маг должен сделать в своей жизни, любой маг, любая ведьма, любой маг, волшебник, это подчинить физику, правильно, ну, это самое главное, влиять на физику, если вы это сделали, вы супер, может, у вас такой прорыв будет, если вы занимаетесь эзотерикой, ну, такой интересный ответ у нас по второй позиции, третья позиция, три главных события осени, да, тут у нас лазурит, и первая карта, это вы, вы сейчас, да, так, вы у нас сейчас, четверка жезлов, дом, прям, сделали, вот, кто создатель этой колоды, да, ассоциацию просто с счастливым домом, счастливый дом, где все хорошо, казалось бы, да, вот со стороны смотришь, конечно, внутрь мы с вами не зайдем, дом волшебный явно, там может быть, кто угодно волшебный жить, там, или семья, или человек, или ведьма, или там еще кто-то, колдун, может быть, какие-то странные существа, да, совершенно нереальные, но сам факт, вы человек-дом, вы как-то вот со стороны смотритесь очень тепло, уютно, благополучно, хочется к вам сразу заглянуть, тянуться, идти к вам в гости, что внутри никто не знает, но подозревает, что там все хорошо, на самом деле, вы же знаете, да, что ни у кого дома не бывает все хорошо, нет идеальных отношений, идеальных браков, это все иллюзия тех, кто находится снаружи, я не думаю, что у вас в жизни все идеально, но для многих людей вы смотритесь довольно стабильно и благополучно, да, но вы стараетесь держать лицо, вы стараетесь быть для многих этим домом, да, это хорошо, это очень хорошо, быть полезным, быть уютным и добрым, помогать, когда к тебе может кто-то зайти и пригреться у твоего камина, это очень хорошо, быть таким человеком, это незаменимое качество, возможно, вы для многих незаменимый человек или для окружающих, хорошо, давайте посмотрим три главных события осени, первое событие, значит, королева кубков, любите быть любимой, быть в волшебных энергиях, идти за волшебными огоньками, в темном лесу, карта потрясающая, конечно, потрясающей красоты, да, может быть, но она очень часто связана с красотой самой по себе, с повышением уровня привлекательности, может быть, вы чем-то таким займетесь, или будете работать с этим, или действительно сделаете ряд процедур для повышения привлекательности, или даже операцию, или смените гардероб, будете заниматься своим имиджем, но иногда это само событие по себе, любить и быть любимым человеком для кого-то, то есть взаимная любовь, но такая, что ты точно знаешь, что ты точно знаешь, что вот тобой дорожат, это очень круто, но иногда события здесь могут быть связаны с некой женщиной, женщиной, да, это женщина, которая очень важна будет в вашей жизни осенью, она с мужчиной должна быть, ведь видите, ну тут все равно объединение идет, мужчина, женщина, король мечей, королева кубков, все равно в пару объединяются, ну как ни крути, да, любите быть любимым человеком, любимой, прекрасная красавица, и достойный король, почему бы и нет, почему бы и нет, но для многих, допустим, с женщиной, общаетесь через нее с мужчиной, допустим, познакомились, да, тоже вариант, хороший вариант, если у вас уже есть отношения, карты могут показывать каких-то новых друзей, знакомых, или тех, с кем вы работать можете, сотрудничать в жизни, второе событие, туз мечей, ну придется, или решение какое-то принять, или какие-то документы оформить, или придет, ну очень важная новость, или письмо, да, сообщение, разговор важный очень, но это то все, что наталкивает на принятие решения, важного решения. Тройка пентаклей, возможно, касается работы, или сотрудничества с другими людьми, повышение уровня мастерства, или чтобы ваше мастерство оценили. Я считаю, по этим картам прям прорыв, в плане денег, в плане того, что вы достойны большего, если вы умеете работать, что-то в жизни делать, вы достойны большего, чем сейчас. И вы этот уровень повышаете, вам дается возможность, может быть, дать куда-то запрос, другое место, другую фирму, там работу, да, ищите более достойно для себя, и вы найдете, вас с вами будут сотрудничать, или, допустим, более хороший контракт по бизнесу, если у вас свой бизнес, или вы только ищите впервые работу, но вы уже знаете что-то в этой жизни, да, и готовы применять свои знания на практике, и вас очень даже оценят. Повышение уровня доходов, но благодаря сотрудничеству, работе, вот такое, или благодаря разрешительным документам на работу, может, оканчиваете обучение, идете работать, вас оценят как специалиста, да, хорошая карта, очень, улучшение доходов, классно, дальше, шут, о, шут, шут несет в себе все самое новое, да, самое интересное в жизни, приключения, смена обстановки, вы можете осенью переехать, или отправиться в путешествие, или познакомиться с человеком, для вас совершенно новым, вы таких людей еще не видели, вы таких людей не знаете, еще никогда не видели, может, иностранца такого, или иностранку никогда не видели, может, просто человека такого типа, никогда не видели, да, ну, а для многих шут, это знак ребенка, поэтому, для кого-то проиграется третье событие, как зачатие, беременность, рождение, да, видите, императрица подтверждает, Это может быть связано с материнством, рождением ребёнка у вас или у кого-то из близких, или зачатие важное. Но также карты могут показывать, что новый человек, новый человек — это женщина, или новый человек повышает уровень вашего благосостояния, то есть толкает вас к тому, чтобы вы стали более стабильной, богатой, зажиточной императрицей, процветанием, плодородия, улучшение финансового положения, но с помощью смены обстановки, с помощью чего-то нового, яркого, интересного. Да, нужно рискнуть, но уровень благосостояния от этого будет только расти. Нужно уметь сделать этот шаг, чтобы вступить в новый проект, например, или на новую работу, чтобы действительно улучшилось ваше материальное положение. У вас уже второй раз об этом говорится, что может улучшиться за осень ваше материальное положение. Но придётся принимать важные решения, придётся рискнуть, придётся что-то для этого сделать, мои дорогие. Оно же само-то не придёт к вам. Деньги такие постучались к вам в дом, да? Можно я тебе скинусь на карточку, подставляй. Так ведь не бывает, правда? У нас, вот видите, в мире это называется игра такая, она игра Лила. Или просто игра, игра Бога, с помощью физики, с физическими телами и там всем-всем-всем. Ну, в общем, тот мир, в котором мы живём, он является физическим, материальным. Это игра. И здесь, в этой игре, есть некие правила, да? И, конечно, если бы оно всё вот так на вас падало с неба, это было бы весело, но не развивало бы вас как личность. Чтобы развиваться, нужно всё-таки что-то делать. Вот тут вот карты показывают, да, придётся что-то делать, но будет весело, интересно, зажиточно прям так, хорошо, плодородно. Денег много придёт. В итоге, может быть, купите какую-то дорогую вещь. Или даже, ну, недвижимость купите за осень, машину может быть, что-то даже большее, бытовой прибор, мёбль, ещё что-то. То есть, что-то важное, дорогое можете купить, благодаря тому, что уровень благосостояния повышается. Ну, вот такой ответ у нас по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.